Друзья, привет! Я наливаю чай. У нас сегодня эфир с Татьяной Мужицкой про то, куда всё идёт, куда всё катится или куда всё стремится. Сейчас будем разбираться. Про такие тренды года, про бэйби-тренды года, про сигналы года. Про это поговорим. Приглашаю Татьяну присоединиться. Мне кажется, будет просто огонь, а не разговор. Я в предвкушении, потому что и правильная компания, и правильный вопрос. Привет, Татьяна, привет! Привет, Вилли. Ты заметила, как мы с тобой в тренде оба в оранжево пришли? Не договаривались, вообще не договаривались, между прочим, об этом. А хочешь вообще просто, да, вот смотри, движение за цене. Хоп! А там оранжевый кролик. Вот это сильно. Это у кого-то белый, следуй за белым кроликом, а у тебя, значит, следуй за оранжевым. Да, вот такая идея. Красиво. Да, он там спрятался нечаянно. Откуда он взялся? Рассказывай, что за тренд такой оранжевый кролик. Давай. Этот кролик, он из Вены, и это дюреровский заяц, на самом деле, который, ну вот, в пластике ожил. И он, видишь, как это символизирует то, что всё новое, хорошо забытое старое, корнями уходим, да, в корни культуры, прорастаем детлями в будущее человечества. И вот что, опять, интересно, вот заметь, тоже про оранжевый цвет, мне кажется, что тоже в этом есть некий тренд, что ты заметила, вот за последние несколько лет очень много ярких цветов на улице появилось. В одежде, в машинах, в витринах, потому что был такой период, когда всё такое было черно-бело-серо-коричнево-строгое, да, а сейчас, ну, и только горнолыжные курорты там были, и пляжи, да, где вот эти все гавайские рубайки или яркие горнолыжные костюмы. А сейчас я смотрю, что вот ты, ты больше, чем я, бываешь в офисе, скажи мне, пожалуйста, у меня такая есть, ну, как бы догадка, но ты мне подтверди или опроверь её. Мне кажется, что даже офисная вот эта вся идея с корпоративной культурой, с модой, с деловым стилем тоже сейчас уже поехала в сторону каких-то ярких цветов. Мне так тоже кажется, радости глазам хочется всем, вот, и вот эти тапки, ну, очень многие компании по-домашнему, реально по-домашнему стараются всё сделать, и это IT-культура, которая просачивается в основной, как бы, в такой аналоговый бизнес. Это всё есть. Смотри, чего, почему, там, три причины, почему сейчас я прямо потираю руки, и мне прямо очень интересно, что сейчас будет. Значит, какая история. Есть два способа, ну, как минимум два способа отношений с будущим. Так. Как бы, один способ такой, как бы, можно об него убиться. У тебя там шок будущего, как я всё успею, как всё это переварить, как всё это вся впитать, короче, непонятно. Бедные мои ушки, бедные мои усики, меня обреют, обязательно обреют. Или там неопределённость, как бы, там непонятно, там тревожно, куда это всё идёт, о господи, сейчас Путин с Сечиным пойдут снова кораллом что-нибудь скажут, да, и нам всем там после этого. Вот такие тревожные отношения с будущим. Не пугай, не пугай, да. А есть то, те отношения с будущим, которые, как мне кажется, демонстрируешь ты. Вот эти твои слова, сигналы, да, когда тебе скорее очень интересно, что развернётся, да, что прорастёт, что проявится. И для тебя такой постоянный есть контакт с загадкой, с тайной, с приключением. Вот будущее как приключение. Мне кажется, что ты очень про это. У меня такая проекция. Скажи, пожалуйста, прав ли я? Да, ты прав, конечно, конечно, я про это, и мне очень нравятся слова Барда Городницкого, я же там выросла на бардовской культуре, да, и мне больше всего там прям поддерживала такая строчка у него. Не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться. И вот это вот для меня ещё с детства такая суть. Мне кажется, что это самое интересное, когда ты, ну, вот это очень просто же, вот ты приходишь, допустим, в театр или в кино, и это удивительно, когда ты честно проживаешь историю, даже если ты знаешь, чем она закончится. Я, конечно, сейчас не беру те смешные истории, когда, помнишь, вышел фильм «Адмирал», и там девушка написала, где-то в ЖЖ или где-то она написала, я так переживала, и где-то в середине фильма мне стало понятно, что главного героя, скорее всего, убьют. Это же историческая история. И потом было много мемов на тему того, что смотрела фильм про Великую Отечественную войну, стало в середине понятно, что наши всё-таки победят, ну и так далее. Но я не про это сейчас говорю. Я говорю про честность проживания истории. Вот я, когда 17 мгновений весны смотрела там 100-500 раз, я же знаю всё, чем всё закончится. Но быть в моменте, сопереживать, и вот это вот, когда она там стоит с этими двумя детьми в этом колодце, понимаешь, вот это честно, и это моя жизнь в этот момент случается. Если я знаю, что будет, ну, как бы я её не проживаю просто. И в будущем та же история здесь только отличается тем, что ты ни хрена не знаешь, что будет на самом-то деле. И поэтому это дико интересно смотреть во все глаза вообще, вот это наблюдать, как это разворачивается. Пытаться строить какие-то догадки, но не для того, чтобы выиграть эту партию, а для того, чтобы ещё получить какую-то самую интересную, знаешь, позицию для наблюдения или для участия. Где лучше всего оказаться в этот момент? Вот, наверное, такая история. Вот смотри, прямо к тому, что ты говоришь, вторая причина, почему я сейчас потираю вот так вот руки. Потому что мы с тобой находимся в каком? В шестом января? Да. Двадцать первого года. Я потерялась, я только вчера вернулась, не понимаю вообще где. Года, когда вот, ну, как бы, ничего не понятно, много неопределённости, при этом, как бы, понятно, что какие-то вот эти тренды, семечки событий будущего, какая-то тень будущего, она присутствует. И у нас есть шанс вместе с ребятами всеми, ребята, всем привет, вот, как говорит Петушкин, касатики, всем привет. Привет. Вот. Сегодня немножко про это пошаманить, немножко послушать, как бы, а что, какие семечки хотят в этом году прорасти. Да, 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 да. Вот. И третья причина, мы только что, я вот только что вышел из Зума с Мариной Войтович, это наш копирайтер и такой прям вот человек блестящих текстов, вот, и широкой души и глубокого интеллекта. И мы обсуждали наш форум «Дело года», который мы там традиционно стартуем в конце января, который будет про взлётную полосу в год. Да, то есть, как бы, вот мы собираем прямо компании, там, крупнейшие, у нас будет Сбер, там, Северсталь, Скаэнг, вот, такие ребята, да, придут своими бандами прямо, и мы будем работать с тем, как, как бы, создать эту основание, взлётную полосу, оттолкнуться и пойти в год. Слушай, как интересно, мы с тобой очень параллельно живем, я говорю, выбор оранжевого цвета сегодня, мы неправду с Филиппом не договаривались, это вот, я стояла перед гардеробом полным разноцветных вещей и выбрала именно это. Смотри, как интересно, ты работаешь с компаниями, а я работаю сейчас с людьми больше, и у меня вот ровно такая же история, только в человеческом, я, как, буквально, там, сколько, через неделю, через 10 дней добираю свой НЛП-практик, запускаю, и я народу говорю, люди, это не то, что это обучение НЛП, вы себе, условно говоря, организуете крутой год, вы целый год будете с собой заниматься, что бы вокруг ни происходило, у вас будет фокус внимания, вы будете сквозь призму, там, вот этих инструментов прекрасных, совершенно для жизни, смотреть на свою жизнь, ее планировать, моделировать в тех условиях, которые будут, и это действительно очень интересно, ты вот в макромире, да, это делаешь в таком макроэкономическом, я там в микрокосмосе человеческой души, и тем не менее, это значит, есть на это силы, потому что, когда год какой-нибудь упадочный, то нет сил ни на какое планирование, и от этого людей глаза не горят, и мне кажется, что сейчас, вот, предыдущий год, он такой прямо, ну, как спрессовал вот этот комок, да, снежка, он такой прям, снег, он же бывает рыхлый, а вот этот комок там, снежок делаешь, чтобы его запустить дальше, то есть уже потенциал, он уже, ну, набряг, когда уже потенциальная энергия готова перейти в кинетическую, вот у меня такое ощущение от времени. Да, и вот это замечательная развилка тоже, что можно, вот, друзья, кто в чате нас слушает, пожалуйста, реагируйте, что вы же знаете, что есть два выхода из новогодних праздников, да, один-то в постновогоднюю депрессию, как бы, да, ну, то есть, просто такой, все, что ты себе пообещал сдуру в Новый год, ничего уже понятно, что не будет, как бы, да, ты из серии такой, ну, как бы, уже всем ясно, что ты не встаешь в пять утра каждый день, никуда не бежишь там, да, ну, похмелье там еще, похмелье, лишние килограммы, да, все это салаты наеденные такой выходишь, тебе нужно с больной головой, как бы, войти в год, вот такая история, а у кого-то прямо эффект пружины, да, пламенный мотор внутри, интерес и, как бы, такой вот, ну, восторг от года есть. И вот, что хочется сделать? Мы сегодня затеяли игру, мы сегодня будем собирать такие слова года или тренды года или сигналы года, будем, да, вот, как бы, собирать их здесь и приглашаем вас тоже в эфире пособирать, про что ваш год собирается быть, вот. Вот, и мы еще разыграем призы, у нас, значит, Татьяна загадает слово, которое нужно будет, сделав скриншот, там, да, заскринив наш эфир, у себя разместить в сторис или в посте в инстаграме, догадаться, какое слово или фразу, да, загадала Татьяна, это будет фраза. И мы, вот, со своей стороны, мы тому, кто, как бы, одному из тех, кто угадает, таких, как правило, немного, бывает, там, два-три человека, в прошлый раз был всего один, кто догадался в прошлом эфире. Да, мне кажется, у меня все догадаются, я что-то, ты не сказал, что задание должно быть сложное, я же всегда про легко и радостно, блин, мне кажется, у меня догадается куча народов. Тогда будет розыгрыш, это ничего страшного, ничего страшного, удачу сюда включим в уравнение, вот, с нашей стороны мы подарим в качестве приза билет на дело года, будет такой приз. А я дошла всем, всем, кто угадает, подарится одну свою очень жизнеутверждающую статью, ну, если прямо кто-то один в рамках розыгрыша, ну, давайте я разыграю билет на марафон, у меня будет марафон такой, вот, скоро, такой именно про мастерство своей жизни, и как раз вот давай так сделаем. Давай. Я, видишь, я не очень хороша в этих всех розыгрышах, в таких штуках, но потихоньку вхожу в эту историю, так что мы загадываем простые задачки, потому что мне кажется, что очень клево, когда человек догадался и получил сразу доступ к тому, что у него и так было. Да, в этом духе, значит, пишут, какая мы клевая парочка с тобой, я тоже так считаю, мы точно клевая парочка, я бы, знаешь, как ответился, я прям сделаю первый ход, такую карту положу на стол, мне кажется, что вот не думал до этой твоей фразы про это вообще, но для меня такой тренд года или сигнал года, вот, только что случился, это модель фремиум. Значит, это модель фремиум. Нет, ну что ты, это я птичка, мне такое сложно, нет, рассказывай. Смотри, ты это все время тоже делаешь, оказывается, что последние пару лет ключевая бизнес-модель, которая работает в интернете, это модель фремиум, то есть ты много пользы, классного контента, хороших вещей раздаешь бесплатно в мир, широко, полноводно, и делаешь очень сфокусированные премиальные продукты с большим количеством личного внимания, ты одновременно можешь как бы помочь многим людям, да, дать ценность, кто не может тебе за это платить деньги совсем, и ты можешь при этом как бы поддерживать себя и свою компанию, делая очень качественную услугу. Вот теперь я буду знать, как это называется, потому что у нас обычно, знаешь, как у нас, ну, я действительно с удовольствием делаю очень много чего вообще в свободном доступе, у меня есть продукт для, ну, вот, марафона, правда, очень доступный, специально, у меня маркетологи наезжают, как ты можешь там, ты вообще, как ты себе можешь позволить для марафона, сказать, типа, тысячу или две тысячи рублей, как тебе не стоит, очень важно это, потому что действительно есть очень много людей, для которых это нужно, и я бы сделала это даже бесплатно, но просто когда человек положил деньги, он просто к этому относится. Иначе, да, он участвует, да, он участвует, и у нас там куратор работает, он там окружен. А есть продукты, которые действительно, вот, к примеру, я говорю, вот это мой наупи практик, это прямо такая история, где я прям всеми занимаюсь, мы очень глубоко идем там, всерьез, и, конечно, он стоит совершенно других денег, там, он стоит не две тысячи, а двадцать, да, за модуль, но и хорошо, потому что, опять же, там, на мой взгляд, знаешь, как тоже вопросы про тренды, был такой период, когда, типа, дорого-богато, да, в нашей культуре, да, был такой период, когда, да, вдруг, наоборот, стало понятно, что цена абсолютно не гарантирует качество, да, было куча дешевых подделок, всяких брендов дорогих там. И сейчас, вот, наконец-то, мне кажется, что потихонечку, из-за того, что все стало очень свободно, да, из-за того, что люди стали легко свои оценки там и свои мнения публиковать везде, то мы приходим к тому, что мы формируем не цену, а ценность. Вот, а ценность, насколько это мне ценно, сколько я готов вложить в это, как говорят, там, цыганки, да, Элька, насколько для тебя важно решение вопроса, столько денег и положи, да, это вот такая штука, что действительно ты начинаешь спрашивать, а насколько это для меня важно, насколько для меня это ценно. И ты платишь уже не только деньгами. Очень большая валюта сейчас, это валюта времени. Сколько времени я готов вложить, особенно в онлайне, вот сейчас, смотри, сколько, куча всякого онлайн-обучения сейчас, дофига, но как выбрать, да, куда, чем я готов заниматься, там, час, четыре часа, восемь часов, я не знаю. И это вот сейчас очень активная история про выбор. И меня очень радует, что люди стали более осознанно к этому относиться, потому что не потреблять все подряд, потребляться уже, мне кажется, уходит на задний план. Ну, мне так кажется, про тренды, если, то вот да, уже такая более осознанная история выбирать, что смотреть, куда идти. Вот дай-ка я прямо подхвачу, отзовусь на это и продолжу. Вот знаешь, чего, мне кажется, я смотрю, как я выбираю, где поучиться, куда внимание вложить. Вот это история по то, что мы равно то, что мы кормим своим вниманием. То есть я становлюсь тем, куда я вкладываю внимание. Я понимаю, что выбирая какие-то курсы обучающие, я сейчас максимально снобистски, прям я сноб такой, прям в себе это замечаю, что я выбираю лучших мастеров и с ними иду в максимально личные форматы. То есть вот как бы я так в свое время вкладываю в максимально личное общение. Вот там, не знаю, есть Валентина Габышева, например, ты знаешь, да, Валентина Габышева. Вот. И вот не на тренинг пойти, а пойти в личное консультирование к ней. Потому что вот в полутонах как бы, да, передается то, что невозможно, ну, то есть то, что сложно взять как бы из каких-то таких широких вещей. Поэтому я думаю, что как бы с одной стороны есть тренд на такие массовые продукты, где прямо там марафоны двадцатитысячники. И это очень клево, полезно и здорово, когда это ложка к обеду, да. Есть тренд на то, чтобы были, ну, какие-то такие как бы супер личные истории с большим количеством личного внимания. Мне кажется, год будет во многом вот про это. Чтобы как расширяться в максимальную ценность в большом, широком и открытом? Да, пожалуй. И где твой эксклюзивный фокус? Ну, но при этом, смотри, как интересно. Вот я сейчас поймала на себе удивительный эффект, конечно, просто. Лена Погребешская сняла про меня фильм. Она такой очень известный кофе-носный режиссер, и обычно она снимает остро-социальные серьезные вещи. Там иногда даже законы меняли после ее фильмов. Ну, серьезно, такой очень человек. А тут она решила всем сделать новогодний подарок и сняла, значит, кино про меня и про исполнение желаний. Я в один момент проснула знаменитая. У меня просто дикое количество людей подписалось, там сразу посыпалось. И я получила огромное количество запросов на личную консультацию. А я это делаю очень мало и очень выборочно. И это очень много у меня занимает энергии и внимания. И я больше, гораздо люблю тренинги и семинары, и вот такую вот работу. Мне кажется, что я книги писать гораздо больше пользы в этом приношу. И мне очень трудно объяснить людям, почему пойти ко мне на тренинг лучше, чем на индивидуальную консультацию. Им кажется, что это так, я говорю нет. Потому что у меня такой подход, ну, я не знаю, мне кажется, в моем случае скорее это ошибка выжившего. То есть я не претендую на то, что это тренд какой-то. Но мне кажется, что в групповых форматах, если присутствует очень важный фактор, если в процессе обучения и после обучения у тебя энергии больше, чем было, то это очень круто. Потому что тогда ты за счет вот этой групповой динамики, в хорошем смысле этого слова, за счет того, что у тебя появляется какое-то сообщество, за счет того, что там люди действительно друг друга мотивируют, там, не знаю, флиртуют друг с другом и наоборот там что-то вместе создают. Вот ты проживаешь эту жизнь самостоятельно, но у тебя нет возможности свалиться на мастера. Вот именно свалиться на мастера в такой формулировке. Потому что хочется больше всего повиснуть на шею мастера. Сказать, ну, давай, понеси меня туда. И мастер, конечно, может это сделать, но, блин. Но гораздо интереснее, когда ты учишься летать сам. Потому что мастер может быть в настроении, может не быть, вообще может умереть, в конце концов, рано или поздно, так или иначе. А у тебя вот это вот остается. Мне кажется, что создание среды вот этих единомышленников крайне важная история. Я это слышу регулярно у себя на НЛП, вот что. Я в этом какой-то момент мне сказал, Таня, успокойся, никакой ты не НЛП-тренер, ты вообще совсем другими этими делами занимаешься. Я очень расстроилась. Народ говорит, самое ценное, что мы здесь получили, мы не думали, что в 30, 40, 50 лет можно найти настоящих друзей. Вот настоящих, близких по ценностям, с которыми мы будем потом встречаться еще много лет, там обсуждать мастер-майнд, то, что сейчас модное слово. А я встречаюсь с Биллом Торбертом, который основатель глубочайших исследований о поздних стадиях развития людей, такой LDP, Leadership Development Profile он сделал. Он говорит, Филипп, значит, наука, искусство, бизнес, примерно все развивается только в компаниях друзей. Вот, вот. Вот стаями, бандами, могучими кучками, да? И понятно, почему. Вот интересно, что он сказал? Я сейчас свою версию, ты скажешь, почему, почему? Он сказал, что потому, что когда мы структурированы как компания, у нас есть некая гомогенная, однородная структура, иерархия, да, какой-то способ думать, общий прошлый какой-то опыт. Вот мы как бы такие, как замерзшая вода, кристаллическая решетка выстроена жестко. Когда мы друзья, мы ничего друг другу не должны, мы очень разные, мы как бы разными, с разных сторон трогаем жизнь. Вот на этом пересечении, и при наличии этого желания обнять, да, которое атмосферу пропитывает, возникают самые парадоксальные, интересные, творческие, сложно сочиненные истории. Как красиво ты сказал. Как ты сказал, с разных сторон трогаем жизнь, да? Да, да. Очень интересный образ, мне очень нравится он. У меня-то все та же идея, я же говорю, что есть, мне нравится в тупом 3D мире жить, ну, в смысле, три оси, где есть задача отношения энергия, понимаешь? И тогда все просто. Когда отношения, они, ну, так выстраиваются, да, что генерят энергию, тогда ты можешь решать другого уровня задачи. Ну, собственно, синергия, то, что называется, эффект, да? И вот это вот очень забавно, потому что мы с тобой в прошлый раз об этом говорили, что те компании на уровне бизнеса, которые вкладываются в отношения, да, и в состояние участников своих, сотрудников, руководства, они как-то, ну, гораздо проще решают, кризисные задачи проходят, да, гораздо быстрее договариваются о том, куда идти. Там, где наоборот, где отношения, это затратная часть, где надо сначала там, вот это все, боже, как-то начинаешь думать, что-то с ними согласовывать, да ну их нафиг, не буду ничего делать, да? Тогда это, наоборот, никуда ничего не продвигает. И мне кажется, опять же, тренд, вот куда сейчас все пошли, очень много этого стало. Именно попытки разные, вот эти какой-то там рандом кофе, какие-то дейтинг по бизнесу, какой-то бизнес-завтоп, еще всякие штуки, когда люди стремятся, не творкинг, стремятся к обретению отношений. Но мне кажется, что это, честно говоря, я не очень верю в этот формат по одной простой причине. Для того, чтобы идти на такой спид-дейтинг по бизнесу, там, нетворкинг и кофе, надо уметь коммуницировать, уметь общаться. А народ ни хрена в большой своей степени, ну, взрослый народ, мне кажется, общаться не очень умеет, потому что то, что ты говоришь, иерархия, да, в компании она структурирована. А так все равно вот это вот положить на кого-то что-то, как бы это сказать, прям, ну, в общем, помериться, у кого больше, у кого длиннее, кто лучше знает. Это настолько сидит в крови на постсоветском пространстве, то, что там красный уровень, спиральные динамики, что человек такой приходит, вроде бы на рандом кофе, так давайте поговорим. А скатывается в итоге в то, что вышло с ощущением превосходства, или наоборот, блин, вот они какие крутые, куда мне для них. Вот, вот надо от этого уходить, какие-то другие форматы общения, вот за этим будущее. Я вот тут прямо поддержусь, прямо назову эту штуку, что вот прямо профессия в лидерстве, главный тренд сейчас, который, я считаю, будет проведаться еще больше в 21-м году. Он называется лидер-интегратор. И коротко называется вместе. Вот как делать вещи вместе за счет того самого качества коммуникации, когда вот, ну, каждая беседа, она генеративна. То есть каждая беседа, новые интересные словечки, новые ракурсы, больше энергии, да, вот в итоге, более творческие мысли. Один плюс один равно там 150, да. И что важно, вот мне кажется, какой еще тренд очень мощный сейчас есть. Прикольная была история, когда одна из тупейших компаний, большая очень, и они говорят, мы провели исследование, значит, и у нас слово, значит, слово 19-го года была трансформация. Главное, что происходит, все меняется, трансформация. Значит, слово года 20-20 такое, устали. Устали. И главный вопрос вообще, где взять сил, где взять энергии на то, чтобы дальше, да, вот продолжать работать в 21-м году. Поэтому мне кажется, что все, что касается работы с энергией, это очень важная тема года. Так вот, вот смотри, особенно после 20-го, когда действительно очень много ресурсов, он пожрал на то, на перестроение, на преодоление вот этих вот стрессовых моментов, на борьбу с негативными, своими представлениями обучениями. Действительно, очень много это требует. Это правда очень энергоемкие процессы. И правда, в каком-то смысле, это работа с утратой, ну, как сказали бы психотерапевты, потому что очень многих там была утрата, не обязательно утрата, в смысле кто-то умер, хотя и такого было много, а в смысле утрата там и отпуска, утрата там каких-то ожиданий, планов и так далее. Так вот в этом пирожке, да, из-за того, что смерть настала, Аркадий отменил свой план поехать летом на рыбалку. Другие тоже отменил. Ну вот, ну что, но, но, тем не менее, параллельно с этим как бы развивается, наоборот, желание творить, все-таки создавать что-то, она именно этим и отличается, что с одной стороны все планы рухнули, и дальше получается, что ты взрослый. Если ты взрослый, ты умеешь выдерживать неопределенность, и твоя задача понять, где тебе надо оказаться сейчас и куда идти дальше. И мне кажется, это вот как раз история сейчас набрякла. И очень хороший вопрос нам сейчас задали в комментариях, мой детский вопрос, почему взрослые не могут договориться и понять друг друга? Это же так просто. И вот сейчас, смотрите, какая штука, это ржак. Можно я порву? Можно? Вот ровно поэтому. Человек, я не вижу, как кто спрашивает, у меня уехал уже этот вопрос вверх. Ольга. Вот, смотрите, это же очень смешно, потому что с точки зрения структуры в этом вопросе заложен ответ. Как только Ольга, если бы это был просто вопрос, почему взрослые не могут договориться, это был бы отличный вопрос. Но когда вот человек сказал, ну это же так просто, он тут же на них положил сверху вот эти русские народные танцы. Типа, я понимаю, что это просто, что же они такие дураки-то, блин. Вот. Вот этот механизм так и работает. Как только я считаю, что они все... Ну и муж меня не понимает, сказала Клавдия врачу, потом добавила мхурит и сеня у ВМПТ-пох. Вот примерно так. Ты знаешь, сейчас ты рассказала стишок пирожок, а у меня мысль пошла в сторону, развивая тему про энергию, такого анекдота, которым моя жена на мной стебется жестко. Значит, она говорит так, такой анекдот, знаешь, есть, когда, типа, мужчина, мужчина, отложите, отложите планшет свой. Отложите планшет. Нет, нет, не так, типа, какой пароль от Wi-Fi? Какой у вас пароль от Wi-Fi? Мужчина, вообще, отложите планшет. Вы в реанимации. А слитно или раздельно? Вот это вот история. Да, как бы, кажется, что вот это вот максимум, что загнанные лошади сами себя пристреливают, да, она очень про год 2020, и она очень, мне кажется, про год 2021, потому что эта вот тревога и утрата, и потенциальная утрата, она включает в людях, в том числе, компульсивные стратегии, да, и люди задолбываются об реальности. Ну, смотри, здесь другая есть история. Вот, ну, если мы возьмем им-ян, да, вот такой вот цикл вдох-выдох, да, то, возможно, уже хватит бежать, уже загнанные лошади, возможно, нужно просто, как говорил мой друг Ефёдов, красиво полежать, ну, просто, просто дать себе возможность для вдоха, чтобы было, чтобы отдыхать потом, потому что очень нас учили вот эти все истории, как отдавать себя миру, это нам много есть историй, да, и особенно нас, когда я говорю, я же еще раз утверждаю, что я дитя совка, прям, я очень советский человек по воспитанию, который из себя вот эти сорняки выпалывает много лет, да, но, но, как наполняться-то, и мне кажется, вот это очень тоже важный вопрос, где брать ресурсы, как себя наполнять, как насыщаться, да, как насыщать не только едой, это мы умеем, да, и то себя за это, что там, чувство вины, это связано грех, там и все дела, но как наполнить, какие потребности у моей души, какие потребности у моего сознания, какие потребности у меня, у моего интеллекта, Потому что это тоже очень интересно Просто задать себе вот эти вопросы И может оказаться, что мне надоело Смотреть вот эту жвачку какую-то простую Хочу серьезной литературы У меня такое было открытие однажды У меня была депрессия однажды Ну не депрессия, нет, выгорание Когда я прям сильно выгорела, прям очень сильно уехала На море и там просто Без обратного билета И поняла, что я даю себе столько времени, сколько нужно Вот пока я не оживу И у меня было два показателя Первый показатель, потому что я оживаю Я просто спала целыми днями Спала и там купалась в море И спала везде, все время постоянно спала По требностям две было Первая, когда я поняла, что я на обратном пути С пляжа вдруг зашла на рынок, купила огромную рыбину Пошла ее и приготовила Но я жила у своего приятеля Там в доме у него большой был дом Вот он меня пригласил Я приехала, он приходит Говорит, что это такое огромный тунец Кто это будет есть Ну чтобы, видимо, звать друзей, видимо, да То есть это первое А вторая, как я поняла, что я ожила Когда я взяла книгу, которая была не проходная Которую просто листать А книгу, которую надо было задерживаться Читать с карандашом И прям захотела это делать А до этого у меня не было такого много лет желания Я много лет ничего не читала Чукчу не читать для писателя Потому что это требует другой работы Сознания Требует какой-то, ну Включенности Опять же, энергии Поэтому мне кажется, что если накопить Вот эту энергию, задаться серьезным вопросом А чего мне нужно для счастья То тогда, ну Мне как мне Эмоционально что мне нужно Чем себя напитать Да интеллектуально Энергетически В отношениях Каких отношений мне нужно Не обязательно там Ну в разных деловых Какого качества отношений Просто проанализировать, да Проанализировать Какого качества личных отношений мне нужно Каких отношений Какой поддержки мне нужно Своих близких Вот это гораздо проще Спроецировать на мир потом Знаешь, хочу к этому присоединиться здесь Я тоже верю в то, что Этот вопрос Прямо Что меня заряжает Да Что повышает Мой коэффициент Ж Да, число Ж Коэффициент жизни Он очень крутой Очень хороший Я бы хотел Сейчас мы будем, наверное, переключаться К тебе пойдем Да, на полчаса В твой Инстаграм Вот И я напомню, что Если вам интересно Сделайте Скрин нашего эфира Подожди А вопрос мы сейчас будем Волшебное слово загадывать? Сейчас ты свое Нет Мы загадаем у тебя в конце Но я просто напомню, что Коллеги могут сделать Скрины нашего эфира Разместить у себя в сторис Отметив меня и тебя Да, быть подписанными на нас Нужно для этого, чтобы мы могли Разыграть приз Участия в форуме Дела года И с твоей стороны Участие в марафоне В марафоне И поощрительные призы Всем, кто угадает правильно Мне почему-то кажется Что у меня очень много Кто угадает Да, поэтому мы сейчас Пойдем к тебе И продолжим разговор Про то Вот есть же в этом Такой затык Как бы, да С одной стороны Вот люди ведут Дневник ресурсности Дневник энергии, да И там очень часто Ну, поверхностные вещи У человека не получается Найти в себе Поищи в себе Найти в себе то Что действительно заряжается А я понимаю Почему не получается Не получается Ровно потому Что на это Нужна дополнительная энергия А ее нету Вот Давай тогда поговорим Про то Как же это делать И что можно Что можно здесь Найти интересного Пойдем Таким образом Таким образом Мы как настоящие Продуктивные Как это Нет-нет Я сказала Передовые чуваки Меняемся Позициями Сейчас был Филипп Сверху Мы переходим ко мне На моей территории Я сверху буду Что теперь Давай Так Все Идем ко мне В инстаграм И там продолжаем Идемте все с нами И как говорится Не отсоединяйтесь Да Все Да Ура Вот И снова здравствуйте И снова здравствуйте Да И опять мы оба в оранжевом Так совпало Мы не договаривались И это очень здорово Ну что На чем мы остановились Значит Давай еще раз Расскажи про вот эти Правила игры Про розыгрыш призов Мы будем разыгрывать призы Да Мы собираем такой Как бы словарь года Говорим Какие сигналы проявляются Куда дать внимание И Татьяна сегодня загадает Фразу Которая для нее важная В этом году Вот Которая нужно будет угадать Тем, кто угадает И сделает скрин Этого эфира Отметит Как бы Татьяну В этом В этом скрине Мы разыграем С моей стороны Билет на Форум Дело года Такое большое событие С моей стороны Участие в марафоне И поощрительный призыв Всем, кто Угадает Абсолютно Будет от меня Текстовая Статья Хорошая Вот Вот Отлично Значит Ты задал вопрос Такой Мы говорили Про дневник ресурсности И почему у людей Не получается Отметь Что же меня насыщает Я сказала Предположила Что на это тоже Нужна дополнительная энергия И собственно Мне кажется Что проблема Всех вот этих Как Знаешь Как вот этот стишок Пирожок Задач важнейших Я когда-то Перед собой Поставил ряд Вчера проверил Все нормально Стоят Потому что Потому что Поставить Задачи Это одно Но дальше Это нужно Действие И вот этот Вот вопрос Когда Особенно сейчас Это Перенасыщен мир Ты заметил Это кстати Что мир онлайна Он совершенно Иначе У нас заставляет Переструктурировать Свою жизнь Потому что Если до этого Ты ехал Из одного места В другое И ты ругался Там на пробке Но у тебя было Хотя бы там Эти полчаса Час Полтора часа На дорогу Когда ты мог Переключиться Да Побыть с собой Там не знаю С музыкой С чем-то Подумать Сейчас между Эфирами Вот ты говоришь У тебя вот До меня там Был эфир С кем у тебя Был там С кем-то эфир У тебя был Марины Встреча была Да Встреча Все равно Все равно Встреча была Я там тоже В 9 утра Вышла с Харским Мы там анекдоты Порассказывали Быстро выпила кофе Прибежала к тебе Сокращается Вот это пространство Для того Чтобы Сделать вдох И это надо делать Совершенно осознанные усилия Прилагать Чтобы себе Создать Вот эту вот Удерживать Вот буквально Вот так вот руками Удерживать это время Время сейчас становится Очень мощным Ресурсом Да И в это время Не просто там сидеть И тупить в какую-нибудь Очередную ленту Какой-нибудь соцсети А понять Чем насытить себя Да И вот это вот Очень интересно Вот я бы сказал здесь Что Чем насытить себя Для тебя Этот вопрос Он Для меня Связан с темой Исследования Внутренней территории Как-так-так Давай Это интересно Вот такой Один из клиентов Очень прикольный Был Когда мужик приходит Говорит Филипп Значит Я Очень много знаю Про внешний мир Я запустил Там Свой бизнес Логистический Я прямо Понимаю Как он устроен Я сначала У меня там был Один там Вот юнит Я управлял Одним отделом Я разобрался Детально Как это все устроено Процесс Отстроил Оптимизировал Ставит заработать В два раза больше Потом Ставил На компанию Я теперь Понимаю Как работает Отрасль В мировом масштабе Я эти цепочки Поставок Все выстраиваю Я 30 лет Изучал Как работает Внешний мир Очень внимательно Говорит Я так И вот сейчас Говорит Так получилось Что я глаза Развернул В обратную сторону На себя А там Тера инкогнито Там я нифига не понимаю Понимаешь У меня как бы снаружи Реки Горы Страны Математика Все прописано А внутри А что я хочу А что мне важно А что я люблю А как это вообще Любить Это как А что я себе говорю На самом деле Про себя И какой это эффект На меня имеет Мне кажется Очень большой идет Тренд Разворота И понимание Насколько Важен Внутренний мир Все inside yourself Ищи внутри себя Это прямо Конечно Так вот Конечно Смотри Эпоха индустриализации Сменилась На что-то другое Индустриализация Когда была Да Активная Это была история Что человек нужен Как механизм Как участник Большой какой-то машины Винтик Гайка Двигатель Не знаю Может быть даже и корпус Но все равно Ты нужен Как бы миру Для того Чтобы что-то Для мира Ну создавать такое Сейчас Когда уже эту часть Во многом роботы оттяпали Во многом уже там Все задачи решены Да Получается Что И тут возникает следующее Вот это там Говорят там Эпоха водолея Много еще всяких Интересных Прекрасных слов Но Самый интересный момент Что как только Наступила вот эта Атомизация Общества Можно так назвать Ну смотри Мы раньше Ну не знаю Ты помоложе Чем я Ну мне интересно Как с твоим поколением Это происходило В моем поколении Было всего Шесть каналов Телевизия Да И соответственно Все фильмы На цитаты Мы разбирали И разговаривали Этими цитатами Легко Ну например Там не знаю Фраза Какая-нибудь Там Вишь что делаю Да Это было понятно Что это из фильма Там Когда Леонов Изображал Царя Да В моем любимом Обыкновенном чуде Тиран Деснок Вишь что делал Все понятно было Сейчас У каждого Совершенно своя Программа Люди смотрят фильмы Мультфильмы Слушают музыку Могут не пересекаться Никогда уже Да И начинается Нам каждый уже Индивидуально Пытается знакомиться С собой Раз И следующий вопрос Где найти своих Близких по духу Где Которые слушают Такое же Видят такое же Разговаривают Такими же цитатами Да И вот то что мы Сейчас с тобой Наша аудитория Которая к нам прибежала Мне кажется Это вот ровно Такие очаги Вокруг которых Начинает собираться Какое-то свое сообщество Но для того Чтобы быть в сообществе Вернемся к тому С чего мы начали Когда мы у Филиппа Были в эфире Что для этого Надо уметь Поддерживать Коммуникацию Потому что С чем мы сейчас Сталкиваемся Что люди Очень хотят общаться Но из-за того Что они себя Не понимают Да И они С другими людьми Начинают общаться Так вроде искренне А сталкиваются С тем Что А что такого-то А что я такого Сказал Чего он обиделся А я вообще Имею право обижаться А мои границы Вот этот вот момент Да Я вроде хочу быть с тобой А с другой стороны А я тогда как Мне очень нравится Вот эта идея Что Любовь к себе Она у меня вот в этой книге Которая за моей спиной Роман с вами С собой Собственно основная Это когда я могу Любить и тебя И себя Одновременно То есть я знаю То есть я знаю про внешний мир И про тебя И про себя Тоже знаю Я вот за это Как раз очень люблю И науки Еще раз Я маньяк Конечно Потому что Она дает Язык описания Дает структуру Того Как понять И себя И тебя И как это выстроить В балансе Вот поэтому Сейчас ты говоришь Мне абсолютно Приходит странная история Почему-то расскажу Обязательно Раз приходит странная Значит С одним работаю Чуваком Который говорит Филипп У меня Одно из самых ярких Переживаний Было Когда Мы Ну он спелеолог Он Пещеры Да Исследует Пещеры исследует Это сумасшедшие люди Которые Они Значит В чем суть спелеолога Как бы Ты год Копишь деньги Правдами и неправдами Собираешься На работе Выкраиваешь Полтора месяца Или месяца Большой отпуск Собирается Тридцать таких Других же чуваков Которые все Значит Лезут в пещеру На две недели Значит С кислородом Там да Просто как бы На себе Тащат Кучу Кучу всего этого Чтобы Они все работают За свои же деньги Шерпами Чтобы Один из них На глубине Два километра Нырнул В Подземное озеро Проплыл На максимальную глубину И установил Мировой рекорд По погружению В глубину пещеры Вот такие странные люди И он говорит Что мы Как бы Сидим После выхода Выхода Из Значит Вот такого Нашего Трипа Да Мы сидим У костра И сижу я И сидит Двое Молодых Ребят Вот И у нас горит Наш костер И говорит У меня в какой-то момент Наступает такое Измененное состояние Я говорю Я понимаю Мы как бы Говорим про жизнь Про аутоспелиологию Про все эти вещи И говорит Я понимаю Что Сидим Не мы втроем А здесь Сидит Спелиология Ух ты Потому что Вот такими Кострами Вот такими Теплыми очагами Такими разговорами Да Которые Происходили Сто лет назад И будут происходить Дальше Вот этот поток В мире Поток спелиологии Он так живет Да Да И вот интересно Поэтому мне кажется Очень важный вопрос Года Да Этого года Для человека Это Вот В каких потоках Я нахожусь Да Где я В каких В какие реки я вхожу И с кем я жгу костры Да Вот этот вопрос Вот И мне очень понравилась Твоя метафора Ты говоришь Она странная Она прям туда куда надо Легла Мне кажется Ничего не странное Потому что У меня вот тоже Накануне Нового года Была такая вдруг Какое-то прозрение Что каждый человек В каком-то смысле Оптоволоконный провод Или там Вайфайная Какая-нибудь станция Которая раздает Какой-то вайфай Вокруг себя Ну и соответственно Поглощает Ну принимает И вот это всегда Очень интересно Понять А к какому вайфаю Я собственно Подключен Я вокруг себя Что раздаю Это знаешь Как в пирожке тоже Олег включает Обаяние И люди тянутся к нему Он обаяние выключает И люди в ужасе бегут Это же интересно Присвоить себе Эту функцию Что это я могу делать Оказывается Не потому что Мне очень Всегда я смеюсь Над астрологией Я очень люблю И уважаю астрологию Но смеюсь Когда люди пытаются Ее таким образом Использовать Типа Ну я вот Вот уж что уж тут поделаешь Вот уж я такой вот скорпион Или такой уж я овен Поэтому уж терпите меня Вот такого Ни хрена Нет Наоборот Любое знание Любой язык описания Астрологический Там human design NLP Там масса вариантов Есть Который Любой язык описания Тебе дан для того Чтобы ты понял Как еще лучше Зная Что есть вот такие Твои свойства Себя выстроить Чтобы раздавать Типа Прекрасное Да Вот это вот Вот понимаешь Вот это Олег несет добро и счастье Его увидевшая жена Кричит Куда ты это тащишь И так весь дом Говном забить Очень важно Чтобы Чтобы и окружение Себе такое создавать Очень важно Чтобы понимать Сквозь призму Любого языка Описания Любого Это может быть Меня спрашивают Любим ли мы астрологи Часто Часто это не важно Любой язык Описание Работает Абсолютно любой Если ты себе Задаешь вопрос Первое Как это помогает Мне понять себя И второе Как это помогает Мне использовать Вот эти знания Для того Чтобы еще лучше Радостнее И счастливее Делать свою жизнь Жизнь моего окружения Знаешь что сюда приходит У меня в школе Где я учился Был учитель математики Александр Сергеевич Его звали Вот Не Пушкин Но звали так И Однажды Он рассказал мне Историю Из своего детства Ну всему классу Которая Вот Стала таким Кругом на воде Коротко расскажу Мне кажется Она тоже сюда Очень нам подойдет Лыков строку Он рассказал Что он в маленькой Сибирской деревне Жил И однажды Его Учитель по математике В этой маленькой деревне Рассказал ему историю Про то Что главное В математике Это не научиться Решать примеры А почувствовать Любовь Что математика Это про любовь К цифрам Когда цифры поют Когда ты реально Тебе вдруг То есть математику Сказал он Важно Распробовать И Александр Сергеевич Будучи маленьким Он маленького роста Очень такой смешной Товарищ Как бы он Пришел к себе Домой И стал решать Примеры И он Распробовал математику И он В этой маленькой деревне Без всякого блата Приехал в Петербург Поступил на матмех СБГУ Я помню этот день Когда я сижу на этом уроке У меня Трояк Мурашки Хронический У меня мурашки Сейчас прям Понимаешь У меня Хронический трояк По математике Я прихожу домой У меня такой Обкоцанный Советский стол Такая да Парта Знаешь Истыканная циркулем Вот Я открываю Самые сложные уравнения И просто В запой Вечером Разбираю эту историю Вот такое Я погружаюсь туда Я понимаю Что этот Дух Того Как это Распробовать Математику Он как бы Я его смог Смог его прочувствовать там И вот Я с тех пор Наверное То что То что там мы несем То что я несем Через программы Вот это дело года Да Ключевая штука Что Прежде чем Чему-то учиться Да Или стараться Или делать Очень важно Войти в поле Первичного творчества А первичное творчество Это твое отношение К тому что ты делаешь Вот ты И поэтому вопрос Такой года для меня И может быть Для вас будет Очень Хорошим вопросом Что вы будете Распробовать В этом году Да Вот Что вы хотите Что вы будете Вот так вот Вот так вот Да Как хорошее вино Да Вот Послевкусие Ореховые Чего вы будете Ловить Понимаешь Вот это Мне кажется Важная Очень штука Да Ты очень важную Вещь сказал Но тоже Мурашка Сижу Что Это Смотрите Здесь есть две вещи Во-первых Математика Точно такой же Язык описания Как все остальные И если ты понимаешь Что есть содержание Есть структура За что Вот я и наупе Опять же Люблю Своё Вот это вот Потому что Понимаешь Что на любом языке Можно разговаривать И здесь такой пирожок Рождается Да Ну Он есть Известный Он мне приходит В голову Весьма различные Направления И проявления У чувств Однако же Любое чувство Всегда по модулю Любовь И вот это вот Это же про математику И про любовь Вишь по модулю По модулю И здесь очень важно Что например Если ты всё Ну или как бы В этом анекдоте Да Когда Очень известно Я всё равно Процитирую сейчас Когда попадает человек Там в чисилище И готовится К страшному суду И спрашивает Апостол Павла Скажите пожалуйста Мне очень волнительно Скажите А секс без любви Это грех И он Скажет Что вы все Привязались К этому сексу Господи Всё без любви Грех Абсолютно всё Да И наоборот Если тобой Движет то Что у Демчога Там называется Актёр Тобой движет Творческая Созидающая часть Тебя Такая Которая к миру Присоединена К вайфаю К вот этому вселенскому То ты можешь Любой язык Описание взять И творить Через что угодно Через математику Тут у нас сейчас писали Комментарии Через бухгалтерию Через слово Через образ Через танец Через то Что ты создаёшь Вот мне говорят Красивая кружка Но так мастер Который её создал Он явно делал Это с любовью И вот это Мне кажется Новый тренд Потому что То что могут Сделать роботы Они делают Конечно же Но те кто делают Роботы Тоже делают Это с любовью И вот это вот Очень важно Они не могут Роботы Заменить Это Эту часть Не получится Знаешь что ещё Интересно Ты сказала Про Вот по модулю Любовь Меня прям Это выбросило В другую историю У меня был Очень тяжёлый год Девятнадцатый У меня телесно Была история Там Такое устройство Желчного Что камешки Ну Изначально Искривлённый он Вот И были прям Тяжёлые приступы Очень тяжёлая операция Я провёл У меня был Такой личный ретрит Я представляю Себе Просидел Внеплановая операция Очень жёсткая боль Привезли там Как бы В военно-медицинскую Я просидел Три дня В палате Где Сидело четверо мужчин Один из которых При мне ушёл Ну Как бы Да Вот И вот Ну туда Запуск был Второй Ему было Девяносто По-моему Шесть лет И он Или восемьдесят Шесть лет По-моему Восемь шесть Да И у него был Какой-то Семнадцатый курс Химиотерапии Он принимал Как-то Да Сидел Смотрел в окно На этот летний сад Да Через него Принимал яд Мы с ним в это время Общались Да А третьего Привезли Как такого Загнанного зверя Он какой-то Какой-то оперативник Кажется Был такой Такое тело Знаешь Как бы Ну Убийцы Короче И у него Вырезали Такой кусок мяса Из спины Два ребра Вернулся рак Как бы рецидив Там Десять недавности Болезь пробудилась Там банка Трехотровая кровь Натекла Вот я три дня Был в этом Смотря как бы Из окна На летний сад На Неву По которой я В черном мерседесе Езжу Как бы в аэропорт На работу Да Периодически Вот И вот когда Ты понимаешь Что как бы Есть это окно Которое тебя Всегда ждет Да И ты точно там будешь Так или иначе Как бы да В той или иной форме То немножко по-другому Ощается вкус жизни И что важно Знаешь Чем оттуда вышел С такой фразой У меня изменилось Отношение к боли Отношение к боли К грусти К темноте К состояниям без энергии К страху Даже Да Вот антидот Антидот страха Да Это Это Вот Любовь Не нелюбовь Это страх Да Вот эта фраза такая Темнота Это Свернутый свет Ух ты Сейчас подожди Еще раз Давай еще раз Еще раз Темнота Это Свернутый свет То есть Вообще Нет темноты Болезнь Боль Напряжение Страх Стресс Любая Любая Негативная штука Это Свет Который Свернулся И скривился Но Кроме света Вообще Ничего нет Его важно Развернуть Можно развернуть Вот смотри Как раз Комментарий Такой пришел Скажите Пожалуйста Я очень люблю Своё дело Но никак Не получается Быть успешным На что Посмотреть Себе Чтобы понять Что не так Вот Мне кажется Филипп Только что Только что Ответил На этот вопрос Надо понять К какому свету Вы не даете Выйти Очень много Мастеров Которые я встречала Они очень любят Дело Но не любят Клиентов Допустим Да Не любят людей Или наоборот Любят людей И любят Любят Своё дело Но не любят Деньги Например То есть Они вот это Сворачивают Как ты говоришь Вот этот свёрнутый свет Ведь Не-не Мне ничего не надо Почему Ведь деньги Это потрясающая Совершенно обратная Связь от мира Да Почему вы не даёте Миру Деньги Это универсальный Эквивалент Человек всё равно Вам что-то должен отдать За то Что вы в него Вкладываете Да И бывает так Это изотерики Правда Уже говорят Но тем не менее Как метафора Вполне То есть Или они сами У тебя что-то заберут Или лучше Ты им деньги отдай Да То есть Потому что Это же очень важно И вот это вот Если говорить там Про успешность Там есть много Разных критерий И возможно Где-то действительно Есть вот этот Свернутый свет О котором ты говоришь Мне прям аж До сих пор Тебя Не только меня Там народ Пишет тоже Да Это очень сильно Ты знаешь Что сейчас чувствую Что Очень-очень Очень хороший Глубокий разговор И что-то он Такое структурирует И он прямо Как-то вот Ну расправляет Ну мы с тобой Еще в тот раз Про разговоры Формата ZIP И формата XZ Да Это очень Кстати Крутая мысль Была с тобой Разрешена Я смотрю на время И понимаю Что мне нужно будет Ровно В 11 Убежать Будет встреча Еще одна Где я не могу Быть позже Вот Поэтому хочется Чтобы ты Как бы Загадала Да Давай еще раз Правила игры Я сейчас Загадываю фразу Мне кажется Это очень простое задание Значит Задача такая Те кто Эту фразу Услышит Вам нужно Ну Нам надо Отгадать Последнюю строчку И Это значит Вы делаете Скриншот Либо этой Нашей Вот сейчас Эфира Либо того Который был На странице у Филиппа Обязательно Отмечайте там Нас обоих И у себя В сторисах Публикуйте Эту последнюю фразу Да И мы Ну я считаю Что это фраза года Пусть она будет Вот Правда Мне так кажется Вот И соответственно Это Ну Да Все Я говорю И так Загадка моя Загадка Это нужно Последнюю фразу Стишка Туда Мой внутренний Тюремщик Злится Бессильно Пальчиком Грозя Но я решил Что мне Отныне Дальше Должна быть Эта фраза Мой внутренний Тюремщик Злится Бессильно Пальчиком Грозя Но я решил Что мне Отныне Вот Там Фраза Должна быть Какая-то Круто Мне кажется Что прямо Тянет На фразу Года Обожаю Эту фразу И Народ Пишет ответы Не здесь Не здесь Ответы Пишите Пишите В сторис И отмечайте Нас с Филиппом Команда Вот этого Не увидит Пишите У себя В сторис Скриншот С вот этими Фразами Я же говорю Филипп Я простые Задания Даю Блин И сейчас Мы вай-фай Раздали Всем Теперь У нас будет Много Людей Кто Получит Статью И будет Розыгрыш Статью Получат Все Кто отгадал Но только Не здесь А вот Чтобы команда Смогла Ну как бы Отфильтровать Очень важные Условия поиска Да Чтобы мы были Скриншот И мы с Филиппом Отмечены Тогда да Супер Я тебя обнимаю Очень приятно Было поболтать Я тебя Мы еще встретимся Обязательно Потому что Мы с тобой Идем Совершенно Параллельными курсами Я очень уважаю И благодарю тебя За то что ты делаешь Это вообще потрясающе Конечно Спасибо тебе большое Продолжим же еще Правда не последнее Давай мы не прощаемся Нет Очень классный Вот этот вот объем Того что происходит Здесь Он меня потрясает Спасибо большое Тебе за время За душу За объем Который ты действительно Вот это вот Пространство создаешь Спасибо тебе большое Спасибо Таня Ты правда Вот и сан Лавер И сан Флауэр Одновременно Солнышко Спасибо Ладно Все ребята Касатики Языком Птушкина Счастливо Счастливо Всем пока На связи